Важная тема, которую нужно обсудить в формате и восточных учений, и движения новой эры, это реинкарнация. Поскольку реинкарнация – такое популярное учение, часто очень используется в различных диспутах, используется как альтернатива христианскому воскресению из мертвых, то все эти моменты важны нам понять, каким образом мы сможем отвечать на вопрос о реинкарнации. Маленькая такая заметочка. Реинкарнацию не стоит путать с инкарнацией. Когда Христос пришел воплоти, где говорится 1 Иоанна 4, 1-2, Он не реинкарнировал, а инкарнировал, то есть воплотился. Воплощение и реинкарнация или перевоплощение – это две совершенно разные вещи. Итак, мы говорим о перевоплощении, то есть в том моменте, когда вечная душа переносится из одного тела в другой по разным причинам и в свидетельствии разных следствий. Реинкарнация на Востоке воспринимается как нескончаемый круг перевоплощения или перерождения. Реинкарнация у древних западных философов или метапсихоз, у Пифагора, у Платона, у Платина, они считали, что дух вечен, это был главный постулат, и как следствие, то есть дух вечен и неуничтожим, и, соответственно, после смерти он просто переносится в другое тело. Дело в том, что даже неортодоксальные христиане, то есть те, кто, так скажем, не совсем любят верить в традиционное учение, в частности, определенное учение универсалистов, говорят нам о том, что так или иначе каждому будет дан второй шанс здесь или на небесах, или человек вернется, опять станет человеком, и будет дан второй, или третий, или пятый шанс обратиться ко Христу, или на небесах, но в любом случае человек несколько раз может возвращаться в тело для того, чтобы получить еще один шанс спастись во Христе, поскольку они верят, что все будут спасены. Обоснования. Давайте я сейчас дам свои обоснования, а вы еще подумайте, какие еще обоснования можно придумать, или какие обоснования вы сами слышали. Во-первых, психологическое свидетельство. Те, кто верят в реинкарнацию, они говорят, что воспоминания о прошлых жизнях есть доказательства того, что человек существовал уже когда-то. То есть, под действием регрессивного гипноза, человек помещает некое гипнотическое состояние, в котором он вспоминает свою прошлую жизнь. Говорит, вот, пожалуйста, это доказательство того, что человек воплощался. Итак, психологическое. Второе. Мировая справедливость. Смотрите, что они говорят. Дополнительная жизнь, то есть, это еще один шанс исправить свои ошибки, поскольку одной жизни недостаточно для того, чтобы выполнить все или предписания, или исправить все свои ошибки. То есть, еще один шанс. Второе. Те, кто уходит от наказания сейчас, будут наказаны в другой жизни. В данном случае это тоже справедливость, но уже с другой стороны. То есть, будут наказаны грешники каким-то недостойным воплощением, или они будут терпеть на себе все несчастья. Третье. Нет необходимости искать справедливости у Бога, и судьба сама все распределит. То есть, видите, реинкарнация как бы переходит через границы религиозных систем, когда в религиозных верованиях мы ищем справедливости у Бога, у того или иного, той или иной справедливости, как она у нас определяется. С точки зрения реинкарнации, она как бы над всеми этими религиозными системами говорит, нам вообще не нужно искать справедливости у Бога. Судьба все решит. Сам человек все решает. И последнее. Каждый сам отвечает за свои поступки перед самим собой. То есть, здесь вообще не нужно даже ни на кого возлакать ответственность. Мировая справедливость. Третий большой момент. Многие древние учения, в частности восточные, учат о реинкарнации. Соответственно, если не древние, значит, они, наверное, что-то знали. И давно нам хотели об этом рассказать. И последовательные реинкарнации говорят, что даже в самой Библии есть намеки на это учение. Ну, например, когда Христа спрашивают, кто такой Иоанн, что Христос отвечает, что он пришел в духе Ли. Смотрите, как интересно. Что вы можете предложить со своей стороны оправдания реинкарнации? Слышали вы еще какие-то оправдания реинкарнации? Если нет вариантов, тогда мы пока будем продолжать. Мне кажется, что я попытался так охватить взором большинство из них. Если мы сейчас не вспомним, то потом можно будет поднять руку и мы еще дополним, потому что мне же нужно предложить некие опровержения. Давайте подумаем об опровержениях этого учения. Воспоминания о прошлых жизнях. Интересный момент. Представим себе ситуацию, что у нас есть некие факты, набор фактов, и нам нужно их объяснить. Вопрос. Сколько может быть объяснений для одних и тех же фактов? Вообще, по поводу возможностей, может быть сколько угодно. То есть бесконечное количество возможностей объяснений одних и тех же фактов. Правильно? То есть если мы построим некоторое количество точек, разбросанных, то через эти точки мы можем совершенно по-разному. Так проводить прямую, так проводить прямую, так проводить линию. То есть у нас есть разные теории. Теперь вопрос. Какую же теорию мы будем принимать задействованно? Потому что если у нас много фактов и много теорий, это все равно ничего не объясняет. То есть большое количество теорий все равно не дают нам ответа. Зачем нужны теории? Для того, чтобы... То есть у нас есть первое, это факты. Затем они переходят в теорию. Второй шаг, это теория. Потом у нас идет проверка. Потом у нас идет изменение теории и так далее. То есть, пардон, извините, я ошибся. Это гипотеза. Потом это все переходит... Четвертый вариант. Это все переходит уже в теорию. А потом уже идут некие попытки предсказаний каких-то новых возможностей, свойств, объекта, предмета, явления или еще что-то. Каким образом происходит предсказание погоды? Ведь они же не сидят там, гадают на кофейной гуще. Предсказание происходит очень интересно и даже простым способом. Как вы думаете, какая погода будет через 4 минуты? А еще через 4 минуты? А еще через 4 минуты? А еще через... Вот таким образом считается погода. Поэтому пересчет погоды, пересчет движений или атмосферных явлений достаточно сложный математический процесс, потому что очень много там всяких вещей. Но все-таки он связан с некой теорией, да? И чем лучше у нас данный факт, и чем лучше у нас теория объясняет эти факты, тем точнее у нас прогноз погоды. Правильно? Конечно, когда мы сидим здесь в классе, над нами крыша, нам не принципиально вопрос погоды. Но представьте себе, когда вы летите, вы собираетесь куда-то полететь. Например, отдыхать. Прогноз погоды для вас уже очень важен. А если еще вы в горах и у вас одномоторный самолет, прогноз погоды для вас будет чрезвычайно важен. И тогда вопрос фактов и объяснения теории для вас архиважен. Потому что иначе у вас только один мотор, один самолет, кровом горы, маленькая ошибка, все, извините, вас уже буквально будет не найти. Между прочим, такая же штука происходит и в отношении с религиозной философией. То есть, если мы ошибаемся в нашей теории, в наших предположениях относительно религиозной философии, мы на одном моторе врежаемся в гору. Если мы не ошибаемся в нашей теории, значит, мы выплываем. Красиво вылетаем и совершаем прекрасную посадку на каких-нибудь альпийских лугах. Все замечательно. Теперь давайте вернемся к нашему вопросу о вспоминаниях прошлой жизни. К чему такой дальний уход? А вот к чему, смотрите. Это серьезный аргумент воспоминаний прошлой жизни. То есть, вот у нас есть некое наблюдение в виде регрессивного гипноза. Наблюдение, которое представляют люди. Они говорят, вот факты, я, значит, вспоминаю себя тем-то и тем-то. Я был или была тем-то и тем-то. Я вспоминаю там язык, культуру, атмосферу, общество в котором были. Ну, какие-то детали. Конечно, всегда это воспоминание деталей происходит. Не настолько детально, чтобы мы могли представить человека в этой ситуации. Но так или иначе. А как мы будем рассуждать? Вот к чему это относится? Это относится к прошлым жизням. К воспоминанию о прошлых книгах прочитанных. Может быть, это мечты человека, где он хотел оказаться. Что это? Как это обсуждать? Так вот, для того, чтобы вычислять, какую теорию и какую теорию выбрать для объяснения конкретных фактов, есть несколько принципов. Один из этих принципов говорит о том, что называется бритва Акама. Я думаю, что так или иначе все или слышали, или встречались с этим объяснением. Мы выбираем ту теорию, которая проще всего объясняет факты. То есть, чем сложнее теория... То есть, если у нас есть очень сложная, очень простая теория, давайте выберем пока простую теорию. Затем еще такая вещь, что любая теория должна проверяться или самопроверяться. То есть, если следствие этой теории у нас противоречиво, если проверка этой теории, она не проходит на свою проверку, то лучше от нее отказаться. Теперь давайте проверим то, что у нас получается. Можно ли объяснить регрессивный гипноз и воспоминания о прошлых жизнях каким-то другим, более простым образом, чем реинкарнация? Легко. И это многократно было сделано. Дело в том, что такие ситуации люди и специалисты, которые проводили регрессивный гипноз, они объясняли простым способом. Люди что-то, пациент над кем это делалось, они просто что-то читали и просто вспоминали под гипнозом. Даже язык. И причем вспоминали не язык, а только... Вот когда в литературе пишут, вспоминали язык. На самом деле это были какие-то кусочки, части. Я тоже могу что-нибудь вспомнить из итальянского после формулы любви. Уно, уно, ун момента. И так далее. Но это же не значит, что я был тогда. Потом еще один такой момент. Следствие этой теории достаточно противоречиво. Смотрите, сколько людей мы... Мы, конечно, не мы. Сколько людей специалисты не помещали в это состояние регрессивного гипноза, Все из них вспоминали, что они были мудрецами, волхвами, царями и правителями, кем угодно. То есть они занимали все практически высокие посты. Но практика нам показывает, что то время, о котором они говорят, в то время было больше людей незнатного происхождения. И мало кто из этих товарищей вспоминает, что он был простым крестьянином. Причем в первом, во втором, в двадцать пятом и в семьдесят седьмом воплощении. Понимаете? Если кто-то был каким-то простым крестьянином, то лишь на время. И то он был зажиточным и преуспевающим. Короче, возникает очень много сомнений. И потом тоже, когда начинают проверять уже все эти воспоминания, оказывается, что воспоминания людей под регрессивным гипнозом очень часто связаны с той ситуацией, в которой люди когда-то уже находились. То есть они достают эти воспоминания из своей памяти под действием гипноза. Еще один момент заключается в следующем. Те специалисты, которые верят в регрессивный гипноз, у них всегда получаются положительные результаты. Знаете, это тоже подозрительный результат. Есть, в медицине есть метод слепого тестирования. То есть когда пациент не знает, что он кушает. Допустим, ему дают таблетку и говорят, эта таблетка тебя там вылечит. А есть двойное слепое тестирование. Знаете, что такое? Это когда и сам доктор не знает, что он дает пациенту. Так вот, метод двойного слепого тестирования, регрессивный гипноз не проходит никак. Вот он и хотел бы, но не проходит. Итак, второе. По поводу, помните, мы говорили, что реинкарнация решает вопросы мировой справедливости. Решает ли? Давайте зададимся таким вопросом. Мне кажется, что лишь усугубляет несправедливость. Смотрите, невинные люди и коллеги с детства в действительности не являются невинными согласно реинкарнации. Правильно? Если человек родился там слепым, хромым или больным, или какие-то генетические заболевания, что это значит? Совершенно верно. Прошлые жизни, значит, были плохими. И многие люди, многие учения, которые проповедуют вот эти темы, связанные с реинкарнацией, в частности, мы будем говорить о Виссарионе, они говорят о том, что жизнь человеку дается примерно около 10 раз, и новая жизнь как бы дается в новое красивое тело. Соответственно, если тело некрасивое, значит, у вас уже там какая-то старая душа, грязная и так далее. Ну, цитаты еще будем приводить и читать эти места. То есть, непонятно, за что тогда люди страдают. Второе. Если душа не помнит своего прежнего воплощения, то в чем же справедливость без личного наказания? Смотрите, если только под регрессивным гипнозом душа может вспомнить, что было с ней, и люди вообще редко когда вспоминают, что действительно было, за что они страдают, то какая же это справедливость? Наказание за то, что ты не знаешь? Это наказание без справедливости, без смысла. Наказание только тогда имеет смысл, когда человек понимает, за что он получает наказание. Иначе это не наказание, а месть. Последний момент по поводу справедливости. Реинкарнация, наоборот, может послужить геноциду людей по каким-то признакам. Совершенно простой пример. Если ты родился не такой, как все, значит, у тебя уже внутренний недостаток по рождению, или по касте, или по твоему воплощению. Ну, можно чего угодно там уже приводить, понимаете? И значит, можно тогда уже фильтровать людей в соответствии с их происхождением. То есть, реинкарнация не то, что говорит о справедливости. Наоборот, реинкарнация ведет к несправедливости. Нравственное опровержение. Смотрите. Карма и реинкарнация есть следствие пантеистической картины мира. Но у пантеизма, помните, когда не существует ни добра, ни зла, то есть, все это лишь форма одного и того же божества, нет абсолютного понятия о добре и зле. Следовательно, какой смысл наказывать, когда в конечном счете нет ничего неправильного? Понимаете? Карма – это закон, то есть, это не этический принцип. И если нет ни добра, ни зла в космическом плане, в плане божественного абсолюта, то какой смысл наказывать? Пантеизм привносит этический релятивизм, то есть, относительность. То есть, что такое этический релятивизм? Когда все равно, какие этические принципы вы исповедуете, потому что в конечном итоге они не имеют значения. То есть, невозможно совершенно однозначно утверждать, что хорошо, а что нет. Даже чтобы сделать само это утверждение, которое я сейчас говорю, что релятивизм верен, необходимо предположить, что некая абсолютная справедливость существует, а относительно ее релятивизм верен. Но это глупость, то есть, это невозможно по сути, то, что я сейчас говорю. Гуманистическое возражение. Реинкарнация отрицает сострадание в обществе. Она антигуманна. Христос, когда пришел, он пришел к бедным и калекам. Он пришел к бедным и больным, чтобы помогать, чтобы исцелять. Но с точки зрения реинкарнации, если вы помогаете больному и калеке, что вы делаете? Вы нарушаете его карму. Это значит, в следующий раз он снова должен прийти в этот мир в таком же состоянии, в таком же несчастном состоянии, чтобы до конца пройти свой путь. Понимаете? Какая большая разница? Общерелигиозное опровержение. Смотрите. Пятое. Реинкарнация, по сути, это циклическое действие. То есть, здесь вот все идет по кругу. Которое предполагает или стабильное состояние цикла, то есть, когда у нас постоянное количество душ, поскольку переплощаются души, постоянное количество душ находится в определенных телах. Или реинкарнация должна, то есть, или количество живых существ должно уменьшаться. Правильно? Потому что, откуда тогда у нас появляются новые души? Откуда у нас растет? Но факты говорят о том, что народонаселение на земле растет, количество людей увеличивается, количество там, я не знаю, животных, всего чего увеличивается. Вопрос, откуда берутся все эти новые души? Если у нас есть постоянный приход, и нет никакого оттока, то что получается с сосудом? Помните еще детские мультики? У нас все рушится. Так мне кажется, в этом есть серьезная проблема. То есть, другими словами, если реинкарнация даже и действует, то она не приносит никакой пользы. То есть, де-факто мы видим, что количество, количественно, значит, объем обусловленных материальной природой душ лишь увеличивается. У нас нет как такового выхода из этого чана реинкарнации. Если бы теория реинкарнации была верна, то наше общество должно было бы стать уже совершенным. Знаете почему? Ведь реинкарнация говорит о том, что у нас постоянно происходит совершенство. То есть, мы повернулись, совершенство, еще раз повернулись, еще совершенство, еще, 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 и дальше, дальше, дальше пошло. Вопрос, а где тогда все? Все, да? А где тогда это совершенство? То есть, важный постулат в реинкарнации говорит о том, что наш мир существует или вечно, в плане вечного цикла, или уже бесконечное количество времени до того, до нас. А где тогда все совершенство? Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Если мы уже там миллиарды лет крутились и реинкарнировали, где тогда совершенное общество? Почему я понимаю Шекспира, и почему я понимаю древних авторов? Почему трагедии в Греции, понятно, до сих пор сейчас в наше время? Потому ли, что мир стал лучше? Хотя сами последователи новой эры говорят о том, что мир стал хуже. И опять возвращаясь к общерелигиозному опровержению. Так зачем такая теория, следствие которой ведут к катастрофе? Понимаете? То есть теория реинкарнации ведет, не ведет к ответу, она ведет лишь к еще большим задачам. Где тогда все? Где все наши совершенные души? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok